Алло. Алло. Алло Владимир, здравствуйте. Добрый день. Я зовут Даниил, я звонил по поводу дополнительного заработка на практике «Газпром». Какой-какой? Секунду. Ну за заработок на компания «Газпром». А вы в какой компании работаете? Да, да, интересуешь. Вы в какой компании «Газпром» работаем? Вы там и работаете прям? Нет, естественно, что мы не находимся в главном офисе в Санкт-Петербурге. Это у нас свой офис на территории России, в Москве. А где мы работаем? Мы на инвестиции. Это просто кондиционный бренд. В Москве. А компания ваша как называется? «Призм Капитал» называется компания. Как же слышали? Как «Капитал» первое слово? «Призм Капитал». А «Призм», «Призма», да? Типа «Призм». Да, да, да. А к «Газпрому» вы какое отношение-то имеете? Да, верно. Ну смотрите, сам же «Газпром» не имеет никакого отношения к инвестициям же, правильно? Компания «Газпром» занимается в любых ресурсах. А мы как компания, да. Просто когда вы говорите «смотрите» при разговоре по телефону, я как-то сразу теряюсь. Куда смотреть-то? Мы же вроде по телефону разговариваем. Ну я понимаю, что вас тавтология немножечко раздражает, но в целом как бы это банальная привычка к разговоре. Думаю, у вас тоже таки куйма. Ну вы же все-таки в серьезной компании работаете, да, Вить? Хорошо. Слушайте. Так, готов. Владимир, ну слушайте, к чему этот сюр в любом случае? Ага. Вот слушайте. Мы занимаемся тем, что помогаем вам с инвестициями. То есть мы брокерская компания, которая занимается разработкой вашего инвестиционного плана и в целом помогаем вам зарабатывать. Ага. Если вам это не подходит, то есть вы хотите конкретно работать с банковскими представителями, да, или же с компанией «Газпром», без проблем. Можете прийти, как бы мы сюда клиентам нашим рекомендуем, если они так хотят, можете прийти в «Газпромбанк», да, и открыть там брокерский счет в их банке. И они вам еще сразу же на руки выдадут банальные акции «Газпрома», да, на ваши деньги. Можете так поступить. Если вы хотите торговать на этих акциях, зарабатываться аналитиком и играться на курсе, то, естественно, в минусе прошу к нам. Если вам это не интересно, Владимир, ну я же вас не буду заставлять, правильно? Ну, конечно, конечно. Скажите, Данил, а вы вот сказали, что вы брокерская компания, да? Ну, естественно. Это да или нет? Ну, да, брокерская компания. То есть у вас есть и... А, в том, это появляется компания, чтобы помогать вам инвестировать. У вас есть и брокерская лицензия, да? Ну, конечно, все документы есть. Не, все не интересуют. То есть именно вот лицензия на брокерскую деятельность у вас есть, так? Ну, естественно, как бы мы как брокеры имеем возможность это сделать. Подождите, ну, вы ответьте просто, да или нет. Ну, что вы, естественно, мы как и... Я сказал, да. А кто вам ее выдал, скажите, пожалуйста. Наши регуляторы нам выдали лицензию. Так, и кто это? Вы можете всю подробную информацию потом банально посмотреть на сайте. Я не хочу банально смотреть на сайте. Мы сами с собой являемся регуляторами и сами с тебе... Нет, ну, зачем? Банально на сайте. Мы же общаемся, да, сейчас. И я задаю вопрос. Зачем вы меня отсылаете куда-то, если вы мне можете ответить? Или не можете? Вам интересна именно та компания, которая выдает нам брокерскую лицензию? Я... Вы же знаете, что регуляторов много? Еще раз, давайте-ка вернемся к началу нашего разговора. Вы сказали, что вы российская компания. Это так? Ну, конечно. А какая мы должна быть еще компания? Не-не. Это... Вы сказали, что вы хотите зарабатывать, понимаете, дополнительно. Вы сказали, что вы российская брокерская компания. Я правильно понял? Ну, а какая мы компания должна еще быть? Да вы не переспрашивайте, не задавайте вопрос на вопрос, не отвечайте. Отвечайте просто, да или нет. Слушайте, Владимир, я вам в любом случае что могу сказать? Да, да, да. Вам интересно вопросы позадавать? Или же вам интересно поговорить про работу вашу? Что вам интереснее более? Прежде чем говорить о работе, я должен иметь представление, с кем имею дело. Разве это нелогично? Ну, конечно, вы должны иметь представление, Владимир. Вы зашли в интернет свой, увидели рекламу, ознакомились с материалом и имеете представление, с кем вы имеете дело. Конечно же нет. А призм капитал там не было ни клоуна. Вы представляете данные, либо же нет. А призм капитал там не было ни клоуна. Вы когда регистрацию оставляете, вас перенаправляют на брокера, с которым вы будете работать по данному проекту? Нет, все совсем не так. Вы просто не нажали продолжить и не подождали, пока у вас загрузится страничка? Конечно, может быть так. Я вижу, что у вас было... По вашему IP-адресу было перейдено на сайт. Ну, как это так может быть, что вы не заметили этого? Ну, такое бывает. Не обратите внимание, возможно, так и бывает в жизни. Да, конечно, конечно. Вы хотите меня заболтать или будем дальше продолжать инструктивно беседовать? Ну, какой вам консердик нужен? Вам скинутся стрельбить? Да не надо скидывать. А что нужно вам тогда? Я разве об этом попросил? А что нужно вам тогда? Я хотел узнать, кто вам... Ну, дайте мне сказать. Ну, так вы же дослушайте его хотя бы. Вы хотя бы его дослушайте. Я хочу узнать, кто вам выдал лицензию, какая организация вам выдала лицензию на осуществление брокерской деятельности. Отвечайте, пожалуйста. Что ж ты, что? Я прослушал. А, ну, давайте еще раз. Я хочу узнать, какая именно организация выдала вам лицензию на осуществление брокерской деятельности. Вопрос закончен. Без проблем. Смотрите. Я не увижу по телефону. Я не увижу по телефону. Вы ответьте мне, вы ответьте мне на звание организации, которая выдала вам лицензию на осуществление брокерской деятельности на территории... Владимир, я вам еще раз повторяю. Во-первых, вы со мной в таком зоне не общаетесь, в первую очередь. А то что? А то что будет? А то что будет? А то что будет? Ничего не будет, Владимир. Просто ничего не будет. Так а что будет от того, что вы тратите свое время на такие вопросы, когда я вам отвечаю, что какие компании выдают лицензии, какие компании являются регуляторами, а вы меня просто отводите от моего объяснения и говорите коротко? Ну, коротко, извиняюсь, не у всех. Понимаете, Владимир? Поэтому или вы же будете общаться в таком тоне, в котором задается компания, с которой вы будете затрудничать, либо же вы не общаетесь в обществе. Понимаете, Владимир? Да, понимаю. Рассказывайте. Вы когда приходите к доктору, вы же ему не выявляете свое мнение. Как правильно лечить? Давайте не уходим в тему доктора. Продолжение следует...